Пауки каракурты Для того, чтобы понаблюдать вот так в чашечке Петры, пришлось их взять из спирта Для этого я любезно попросил у нашего эксперта в Институте зоологии Евтушенко Константина Вячеславовича Эксперта по паукообразным Как раз пробу паука каракурта И он был любезен мне это дать И, кстати говоря, здесь мы видим паука каракурта И не только паука каракурта А с правой стороны, как раз огромный, это паук тарантул средний русский Однако поговорим о каракурте И может ли он у нас быть Паук каракурт или черная вдова По латыни Латродектус тредоцим гутатус Тредоцим гутатус Что означает тринадцатипятнистый Что это означает? Почему он тринадцатипятнистый и мы их не наблюдаем, эти пятнышки? Потому что это уже более взрослая самочка мы наблюдаем И мы видим Самочка она большая А вот по центру, очень крохотного Тут с обломившимся брюшком Это крохотный самец Который оказался в пробе А с правой стороны, для сравнения, оказался Очень крупный тарантул Который отличается У которого тоже отломилось брюшко, к сожалению Тобто брюшко у него еще даже больше Но зато по размеру мы видим Что он значительно больше Паука каракурта Черная вдова Почему черная вдова? Потому что Во многих случаях наблюдали Что после того, как паучиха плетет гнездо Спаривается Она съедает вот этого маленького паучка-самца Да, непросто все происходит А что это за шары вокруг Которые достаточно такие плотные и твердые Для, что необычно даже, я бы сказал, для пауков Потому что у пауков обычно маленькие шары Такие рядышком они носят с собой Каракур тоже иногда переносит такие шары Но он их специально плетет в своем гнезде Который напоминает глубокую воронку Не на окнах, не на чердаках, а на земле Среди различных сорняков Очень часто бывает такое гнездо паука каракурта На юге Украины Об этом мы поговорим Далее Что происходит здесь Вот самка Напитавшаяся самка плетет вот такой огромный кокон Который практически сантиметр В диаметре, который я беру Который, видите, крупнее самки Практически в два раза И внутри его откладывает яйца И заплетает вот такой круглый плотный кокон Который даже вот пинцетом так Он не продавливается настолько он плотный Он может быть крупнее, мельче Мы видим вот здесь вот несколько таких интересных шаров Удивительных Это все яйцевые коконы Паука каракурта Внутри находится группа яиц Оплетенных Паутиной Кокон имеет грушевидную вот такую форму Немножко вытянутый А внутри зимуют маленькие паучки каракурта Логово где сооружается такого паука каракурта Это интересно Оно очень часто сооружается из различного мусора И трупиков высосанных насекомых Имеет вид такой небольшой воронки Подвешенной на паутинках над поверхностью земли Совершенно небольшое гнездышко Молодые самки имеют как раз На верхней части брюшка Ярко-красные пятна Вот это вот брюшко На этом брюшке У молодой самки есть пятнышки Вот еще раз ставим Очень интересно если посмотреть на каракурта И обратить на него внимание Он конечно же значительно отличается От того же самого тарантула Который рядышком находит Видите у него очень круглое Круглое такое брюшко А у тарантула вытянутое такое тело Но брюшко здесь к сожалению отломлено И пятнистые ножки Четыре пары ног естественно как у пауков Вот тут было брюшко Которое отломилось к сожалению Крохотный самец И такое очень сильное массивное тело У паука тарантула Ничем его не перепутать И гнездо у него в норке В глубокой норке Из которой его можно выводить Ниточкой со смолой А этот находится обычно Бегает снаружи И находится сидит в своем вот таком логове Он норки специально не делает По мере взросления самокаракурта Пятнышки на брюшке Бледнеют и постепенно исчезают Имеется несколько видов каракуртов У нас вот такой вот Каракурт латродектус Тридецим гутатус Самец остается пятнистым всю жизнь Он более маленький Но тут крохотный Самец брюшко у него отломилось Самцы конкурируют За право обладания самкой Есть специальные видео в интернете Как они даже обгрызают Специально Все паутинистое гнездо Самки Для того, чтобы Другие самцы не приближались К этому гнездо А только один захватывает эту территорию И он обгрызает Портит гнездо самки Чтобы другие самцы По запаху и по паутинкам Не находили его И самка, которую Замечает Своего паучка Самца Она его, конечно, не съедает сразу Она сначала с ним общается Потом, может быть, спаривается А потом, может быть, И еще и даже и съест Что же происходит дальше После спаривания В августе взрослые самки Приступают к откладке коконов После спаривания Пятна на брюшке У самок исчезают Окраска становится Однотонной Черной Ну, вот здесь у нас Более светлый Экземпляр Потому что он В спирте Осветлился Вот еще тоже Осветлившийся экземпляр Но тоже мы видим Очень длинные Четвертые пары ножек Которые около брюшка Вытянутые такие Средние Более короткие И первая Пара ножек Тоже очень длинная А средняя Немножко покороче Очень такой статный Такой Интересный Особенно если Живой черный паук Итак Когда образуется Такое особое логово Из которое паук Не уходит Там накапливается Внутри Множество Жертв Которые он ловит Это часто бывают Жуки Бабочки А под сетью Накапливается Вот целая куча Остатков этих Насекомых Сетку Взрослого каракурта Можно узнать Даже на ощупь Паутинные нити Очень жесткие Это не такой Домашний паучок Который живет Часто на окне У которого Очень мягкая сеть Которая легко Обрывается Портится К сожалению Нужно быть Очень внимательным Очень аккуратным С пауком Каракуртом Он чрезвычайно опасен Для человека При случае Очень чувствительности Аллергия Может Наступить Даже смерть Но это конечно Отмечены Такие случаи Редко Но в случае Чувствительности Даже укус Пчелы Или паучка Каракурта Может закончиться Плачевно Потому что Чувствительность Очень разная у людей Очень похожий На паука Каракурта Паучок Из Несколько видов Пауков Из рода Стеодота Которые Такие же Округлые Такие же Черные И я думаю Что только Специалист Может Определить Потому что Когда паук Бежит Глаза велики Он кажется В два раза Больше В два раза Страшнее В два раза Крупнее У самки Стеодота Например Стеодота Пайку Лиана Паучок Напоминает Самку Каракурта Но имеет Ярко-желтую Оранжевую Полоску На передней части Брюшка И такой Оранжевой Полоски У живого Паука У Каракурта Не бывает И укус Как раз Паука Стеодота Значительно В десятки Раз слабее И вообще Опасности Для человека Этот вид Не представляет В рот Стеодота Входят Четыре вида Которые встречаются На юге Украины И в Крыму Также Вот например У Триангулята Имеется продольная полоска С белых Ромбовидных пятен Она более светленькая Тоже живет На юге Тоже живет В Крыму Вот например В Карадаге На камнях Под камнями Прячутся такие Паучки Так что Нужно быть очень Внимательным При установке Палатки Смотреть Куда вы ставите На какие камни Палатку Не особенно Любопытствовать Что же там Лежит под камушком И при этом Туда же Опускать свою руку Или ногу На испытывание Потому что Случайно Придавив паучка Вы можете Получить укус Но как подсказывают Биологи Экспериментаторы В случае Если доступно Место укуса Можно Пожертвовать Этим местом И прижечь его Двумя спичками Вспыхивающими Спичками Серными Которые Если есть Опять таки Под рукой При этом Образуется Конечно Пятновая Большая Пузырь Однако Поскольку Паук Прокусывает Очень тоненький Участок Кожи Яд при этом Разлагается И уже Не причинит Того вреда Которым Той сильной Аллергии Которой боли Которая будет При Обычном Укусе Паука Каракворда Так что Будьте внимательны В случае опасности Прижигайте Это место И Обращайтесь К медицинским Работникам В случае Появившегося Очень тяжелого Состояния Но вот Если есть Такой вот Паук Каракурд Веником Его отгоните В сторону Да и все Так же Как и этого Паука Можно Загнать В баночку И отнести Подальше Куда-нибудь Во враг Или За поселок Это не обязательно Будет рядом с вами Паук Каракорд Но если у вас Есть подозрения Что это такие Паук Каракорд Точно Приносите В институт Зоологии В отделе Каралогии Или Энтомологии Специалисты Если хотите Ко мне Можете обратиться Написать в комментариях Принесите в баночку Я найду Эксперта Нашего Константина Вячеславовича Евтушенко Который Поможет определить То ли это На самом деле Паук Тот ли это Каракорд Который Опасен Вполне возможно Что это И какой-то Другой вид Который Можно Очень легко Спутать Чтобы не Спутать Положить его В баночку В пробирочку Вот сейчас Я покажу Пробирочку Вот Пожалуйста Пробирка От лекарств Которые Можно Вот так Залить Спирта Залить Водки И зафиксировать Этого паука И принести Его на анализ Или даже Собрать Вот эти коконы Если не боитесь Поскольку Паук убежит А если Вы его схватите Пинцетом Ну и Прихлопнете В конце концов А потом Бросите в спирт Он погибнет Но будет Уже на анализ Эксперты Могут вам Точно тогда сказать Был ли тут Паук Каракорт А в Киевской области Паук Каракорт Не живет И Не попадается Так что не бойтесь Все это Глаза У страха Велики До новых встреч С вами был Виктор Фурзу И привет вам Из Киева Столица Украины От паука Каракорта Пока-пока До новых встреч На моем канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok